Ну что ж, Ариару, мои маленькие любители, покушать, мы продолжаем играть такую увлекательную игру, как Kerbal Space Program. Ну, как я это люблю говорить, между записями прошло большое количество времени. Настолько большое то, что наши кирбонавты, если зайти в наш космический центр, успели немножко подразвитывать технологии. Настолько, что они открыли новые ветки науки, открыли новые способы изучения всего. И что позволит нам изучать науку более продуктивно. А с последующим изучением науки, изучением нашего окружающего мира на Кербине, мы сможем открыть все новые и новые технологии и обучаться всему чему-то новому постоянно. Хотя некоторые ветки науки, которые мы можем учить пока закрыты и не дадут нам ничего, но тем не менее, все-таки новые процедурные детали, которые нам доступны, они все-таки добавляют. Это связано с тем, что по мере игры, я как уже и говорил, я буду добавлять новые моды. Так как у меня 3 миллиона зелени, я, пожалуй, могу улучшить наш центр сборки, могу улучшить наши здания, пока нам позволяют на это финансы. У нас сейчас миссия сделать космическую станцию. Вообще, на задание состыковать два космического аппарата, но я сразу буду делать космическую станцию на Кербе для того, чтобы в последующем заправлять аппараты космические, ну или заниматься прочими делами. Первая часть модуля, это будет, как всегда, антенна, то есть спутниковая тарелка, которая должна будет выполнять функцию связи. Ну, примерно вот такой вот спутник получается. Да, он небольшой, но нам не требуется большой. По факту он что? Он снабжен тарелками, солнечными панелями до аккумуляторной батареи. Больше ему ничего не нужно, потом будут отдельные части добавляться, но, ну, из стыковочных портов, соответственно, больше ничего ему не нужно. И сейчас мы будем заниматься тем, чтобы вводить его на орбиту. Я немного решил, пока есть возможность модифицировать нашу ракету, которую, то есть возвращаемую ступень, учитывая все ошибки, которые были в прошлые разы, и чтобы их не допускать. Но в полете я уже покажу, что именно я решил изменить. Вообще я планирую всю нашу станцию запускать именно с помощью возвращаемой ступени. Во-первых, это поможет сэкономить средства, но, наверное, это главная причина. Ну, примерно вот такая вот часть спутника у нас должна, у нас получается, и я надеюсь, что она будет способна на свершение большая. Запускаю алгоритм выхода на орбиту возвращаемой ступени. Отстыковка вспомогательных ускорителей. Отстыковка первой части возвращаемой ступени. Замечательно, мы вышли, в принципе, на орбиту. Перегелий 98, перегелий 101, замечательно. И теперь надо приступать к посадке нашей первой ступени. Выполняю протокол посадки. Теперь мы разрешаем, то есть у нас был топливный бак, который мы не использовали, и разрешаем его использование. Если мы приземлимся на этот полуостров, будет замечательно. Даже немножко подгазовать можно? Ну, а теперь зависит только от случая. Надеюсь, мы не будем предприниматься на воду. Тормозные парашюты открываются, и можно выпускать основные парашюты. Замечательно. Посадка на воду выполнена успешно. Внимание! Для выполнения более точного приземления рекомендуется улучшить протокол посадки. Детали. Нам 79 тысяч вернули за то, что мы его вернули. Неплохо. Я понимаю, что нужно сейчас разорваться с нашей космической станцией, но мы забыли о нашем минус-1, который здесь вот болтается у нас на поверхности Муны, и мы должны будем его вернуть непосредственно. В прошлый раз забыла о нем совершенно. Выполняю протокол по выходу на орбиту Торбина. Мы с нашей станцией космической вращаемся в одну сторону, и по идее, если я к станции космической смогу прикрепить научный модуль и переходник, который способен стыковаться с большого на средний, то я смогу даже пристыковать к нашей космической станции, которая на Кербине, наш космический аппарат. Я думаю, в финансы мы попробуем уложиться, в который у нас есть. Если нет, то придется выполнять еще какие-нибудь сторонние миссии для выполнения данной цели. В итоге я не стал избавлять велосипед. Вот такая вот простенькая научная модуль, в которой он будет находиться у нас один всего ученый. Полетит у нас на стыковку с тем предыдущим спутником, который мы запустили до этого. Я увеличил количество топливных баков, добавил еще сюда топливные стержни, и вот такая вот в принципе у нас получается конструкция. То есть могут возникнуть проблемы при запуске, но я сомневаюсь, что что-то может пойти не так. Я буду надеяться, что у нас все получится во мне по карману, серьезно. Да, это проблема. 259 тысяч, да. И нам где-то надо сотню тысяч найти. Сначала нужно разобраться с предыдущим нашим аппаратом. Отделяем. Теперь мы должны где-то ее посадить. Так как процесс посадки не сильно отличается от того, что видели ранее, он показан не будет. 20 тысяч кредитов мы все-таки получили. Но все равно не хватает денег на то, чтобы провести наш аппарат на орбиту, на орбиту Кербина и состыковать их. У нас есть задание. Просканировать орбиту с помощью ScanNet. Давайте ее... Кербин, давайте возьмем ее и попробуем ее выполнить. Тем более то, что нам необходимо получать. Все равно необходимо это рано или поздно сделать, поэтому... И выполнять ее... Давайте начнем. Так, все. Она в принципе готова. Вот эта вот маленькая ракетка. То есть это будет маленький наш спутник, который будет выходить на орбиту. Выполняю протокол по выводу сканера на требуемую орбиту. Субтитры сделал DimaTorzok Запускаю сканирование поверхности. Внимание, процесс займет долгое время. Выполняю необходимые действия по оптимизации сканирования. ВЫХОЖУ НА БОЛЬШОЮ ОРБИТУ Выполняю протокол запуска на орбиту второго спутника. ВЫХОЖУ НА БОЛЬШОЮ ОРБИТУ Выполняю протокол выхода на орбиту Муны. ВЫХОЖУ НА БОЛЬШОЮ ОРБИТУ А сейчас посмотрим. Мы можем начинать так. Радиально внутрь. И можем мы начинать сканирование. Запускаю сканирование поверхности. ВЫХОЖУ НА БОЛЬШОЮ ОРБИТУ Но почему-то нет. Возможно имеется ввиду то, что у нас не тот скан-радар установлен. Но в итоге мы сделали сканирование поверхности Муны, что уже неплохо.